Здравствуйте! Меня зовут Майя Кучерская. Я писатель, филолог, иногда критик и преподаватель литературного мастерства. Сегодня для проекта «Читательский дневник Ранхикс» я расскажу о книге Сергея Белякова «Парижские мальчики». Эта книга вышла в редакции Елены Шубиной. Это история жизни Георгия Эфрона. Георгий Эфрон – сын известного поэта Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, ее мужа. Георгий родился уже в Париже, свое детство и юность провел там вместе с родителями, пока они не решили вернуться в Москву. Как известно, Цветаева очень тосковала в эмиграции, написала удивительное стихотворение «Тоска по родине давно, разоблаченная Марокко». И для нее, очевидно, приезд в Россию был радостью. Но это был и вынужденный шаг, как пишет Сергей Беляков. Вероятно, Сергей Эфрон просто не мог уже оставаться за границей, потому что он явно был связан с ОГПУ, выполнял заказы ОГПУ, в том числе по убийству людей. И оставаться за границей ему было небезопасно. Они переехали в Россию в 1937 году. Георгий Эфрон и его близкий приятель Дмитрий Сазиман, те самые парижские мальчики, оказались в Москве 30-х годов. Сергей Беляков, историк по образованию, с большим азартом и любопытством описывает, что такое была Москва того времени. Это была настоящая культурная столица. В Большом театре шли оперы, в ресторанах играл джаз. Центральный ресторан, так называемый, закрывался только в 4 часа утра. По улицам ходили в общем нарядные люди. И Георгий Эфрон был тоже модником. Кое-что он вывез из Парижа, кое-что доставал в Москве. Словом, это была совершенно безмятежная жизнь, обычная жизнь большого культурного города, которую буквально на молекулы разымает Сергей Беляков и рассказывает очень подробно про быт тогдашней Москвы. Не только какую музыку слушали, и что ели, но и как лечились, как выглядела центральная аптека. Между прочим, там был в центре фонтан. Как люди общались. Он рассказывает об обстоятельствах личной жизни Георгия Эфрона, который по своей стеснительности никак не мог сначала найти себе девушку, хотя об этом мечтал. Там, естественно, на страницах появляется и Марина Ивановна Цветаева, такая в интерьере. Не только великий поэт, который пишет вдохновенные стихи, но и уставшая, не всегда довольная происходящим женщина. И главное, что эти люди жили все вроде бы обычной жизнью, но от того, что на дворе 1937 год, есть ощущение такого ожидания, всеобщего ожидания беды. И эта беда наступает. Сергея Эфрона арестовывают. Его дочь, которая тоже вернулась вместе с семьей Ариадну, также арестовывают. Эфрона вскоре после мучительных месяцев в застенках расстреляли, погиб. Ариадна отправилась в тюрьму и в ссылку, и пришла война. Великая отечественная война, на которую Мура, конечно же, забрали молодой человек. И он совершенно неприспособленный, настоящий мальчик, вынужден был копать траншеи, вынужден был воевать, сражаться за себя и за свое выживание. Ну и в итоге он даже этому научился, но тоже погиб. Довольно мрачная история этих парижских мальчиков наполовину, потому что Дмитрий Сазиман вернулся в Париж и дожил там до глубокой старости. И в итоге, в общем, прожил вторую половину жизни вполне благополучно. О чем получилась книга, о чем получилась книга Сергея Фрона? Мне кажется, о многом. О многом о том, что невозможно остановить жизнь. Все равно люди, что бы ни происходило, будут ходить в кафе, слушать прекрасную музыку и думать о том, как они выглядят и как они одеты. А еще о том, что все-таки очень здорово бы давать себе отчет, что происходит. И когда Марина Цветаева жила в Париже, где очень дорогая была жизнь, немало стоила квартира, нужно было как-то на хлеб себе с маслом или хотя бы просто на хлеб иметь какие-то средства, она не задавала вопросов, откуда они берутся эти средства. Эфрон нигде особенно не работал, но тем не менее он мог обеспечить семью, большую семью. И то, что он получал деньги от ЭГПУ, это, конечно, никак не обсуждалось, это было тайной, но, похоже, никто и не спрашивал об этом, как и о том, почему вдруг семейству понадобилось переехать в Москву, что угрожало Эфрону. Никто не задавал лишних вопросов. Результатом этого стала гибель. Ариадна чудом выжила. И эту книгу можно прочитать как ответы на вопросы, которые многих из нас занимают. Как относиться к тому, что за окошком? Как его воспринимать? В какой диалог вступать с той политической реальностью, которая нас окружает? Ну и кроме того, это по-настоящему увлекательное чтение, потому что мы, конечно, не знаем, как жила Москва 30-х, а благодаря замечательному исследованию Сергея Белякова узнаем. Приятного вам чтения!